Привет, друзья, с вами традиционно Роман и Руслана, и год заканчивается 2023, и год был, как там говорят, непростой, год был вообще дичайший непростой, и даже сказать можно, что он прям супер непростой, и мы познали много слез, и поэтому я хочу еще раз сказать дорогим моим друзьям из Белгорода, ребята, держитесь, все это как бы, все как всегда очень не кстати, вся вот эта ситуация очень не кстати. Я тоже много путешествовал и в сложных местах, в тяжелых помогал, выступал и в разных городах, которые повидали много страданий. Я работал в том числе и у нас здесь, в реанимации, и в детской психиатрии, и как мог, помогал людям, ну, мало, конечно, но как мог, старался. Даже Руслана тоже в качестве волонтера, по-моему, выступила даже несколько раз, с чем мы ее поздравляем, она ей, конечно, это не понравилось, были слезы тоже с ее стороны, крики, страдания, но первые вот эти ступеньки, первые шаги, они всегда исполнены, в общем, тяжелых эмоций и переживаний. Поэтому будем думать, что следующие какие-то истории будут попозитивнее. Что произошло у Руслана? Кстати говоря, да, те, кто внимательно следит за нашим творчеством, может понять, что да, год за годом продолжается все вот это, да, и мы меняемся. Я старею, Руслан взрослеет и уже становится такой прекрасной молодой девушкой. И я на ее фоне все больше и больше блекну. А может быть и нет, может и наоборот. Так вот, что было у тебя в этом году, расскажи, пожалуйста, уважаемым зрителям. В этом году наступил 11 класс, а значит, началась усердная подготовка к ЕГЭ, ну это в школьном году. Кто-то не знает, что такое ЕГЭ. В школьном году. Единый государственный экзамен. Касаемо всего года, то у меня начались очень хорошие отношения, вот, и от этого... Те, кто следил за нашим творчеством, за личной жизнью Руслана, уже может понять, что да, следующий шаг сделан, что будет дальше, следите за обновлениями и узнаете. Пока все как бы, пока все неплохо. Да, поэтому я очень рада, все хорошо. Ну, не знаю, будем надеяться, что хорошо, что так ЕГЭ поступлю в хорошее. Ну, а не, не, мы сейчас говорим, пока про этот год. Этот год, в общем, мы говорим вам большое спасибо, потому что он был, несмотря на то, что был тяжелый, тем не менее он был хороший. Было много позитивных эмоций, много хороших дел было сделано, достаточно много, как уже говорил, но тем не менее, по силам, да. Спасибо этому году, 2023, который закончится через несколько часов. А что мы скажем про Новый год, который наступит 2024, в Новом году я получу значение. Значок почетного донора Москвы, потому что я закончил сдавать вот этот вот норматив. У меня было 20 донаций. Я бы хотела получить серебряный значок ГТО. Ну, для этого надо, да, постараться и сдать нормативы. Половины тоже уже сданы. Ну, и у Руслана будет сдача, значит, этого экзамена ЕГЭ, да, и поступление в учебное заведение, которое мы не знаем еще, что будет либо выше, либо, может быть, и среднее. Не хотелось бы такого. Вот. Ну, в общем, все по силам. Все как сдашь, так и будет. Мы, конечно, надеемся, что Руслана хорошо все сдаст и выберет самый лучший институт в ее жизни или колледж, который много ей даст хорошего. А может быть, и летом она даже и пойдет на работу. Тоже не знаем, на какую. Работа классная. Я очень рад, что у меня есть такая прекрасная работа, как диктор-аудиопник и именно то место, да, видеоблогера, благодаря которому я общаюсь с вами, дорогие друзья. Ну, вроде бы все. Мы сейчас не как стрим делали, а как запись, чтобы качество было получше. И надеюсь, все будет хорошо у вас, у ваших близких. Желаю вам самого-самого-самого лучшего, много здоровья, мирного неба над головой. И хотим, чтобы все плохое, наконец, в нашей жизни закончилось. Дай-то Бог. До наступающего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok